Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о довольно популярном инструменте как в мастерской, так и настройке. И речь пойдет об угольнике. В этом видео я буду использовать вот такой дешевый угольник. Расскажу некоторые лайфхаки и попробую расширить его функционал. И выжать из этого инструмента, который я, кстати, купил всего за 130 рублей, максимум пользы. И прежде чем начать работать, надо проверить его точность. Смотрите, как проще всего это сделать. Берем обычную фанеру или доску. Главное, чтобы одна из сторон была ровной. Кладем угольник сначала одной стороной, проводим линию, а затем переворачиваем и проводим еще одну линию. Если линии получились параллельно, то могу вас поздравить, ваш угольник показывает точно. Если нет, то слегка постукивая, можно попробовать его откалибровать. Но имейте в виду, он может теперь уже сбиваться. Поэтому процедуру проверки лучше делать в магазине. А еще лучше, если вы в магазине, то попросите продавца дать самый хороший и дорогой угольник, в котором не может быть погрешности. Если у них, конечно, такой есть. И с помощью заведомо хорошего проверить дешевый. Еще один способ проверки угла можно сделать с помощью школьных знаний по геометрии. А именно использовать теорему Пифагора. Представив, что угольник – это прямоугольный треугольник, где две стороны угольника – это катеты, а расстояние от одного края до другого – воображаемое гипотенузой. Кто не помнит теорему Пифагору, я напомню. Она гласит, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть замеряем наши катеты. Подставляем формулу. И вычисляем гипотенузу. А теперь с помощью рулетки сравниваем теоретический результат и фактический. Если значения совпадают, то у вас угольник правильный. Вот этот угольник позволяет в стандартном исполнении размечать угол 90 градусов и 45. Но если немного доработать его, то можно брать любой, часто используемый вами угол. Для этого единожды нам надо будет отложить нужные нам углы с помощью транспортиры. Я возьму 15 градусов, 22,5, 30, 31,6 и 60 градусов, так как ими чаще всего приходится пользоваться. Затем на готовые линии я прикладываю угольник. И тут у нас несколько вариантов. Во-первых, можно записать или запомнить, какое значение на линейке при каком угле у нас получается. И в дальнейшем отмерять таким образом. Либо, сопоставив угольник на нужный угол, нужно провести линию по основанию. И тогда не нужно запоминать или искать записи со значениями. Все получается наглядно. Есть даже такие варианты в заводском исполнении. Стоит в 10 раз дороже. А кто захочет, может купить и готовый. Даже на Алиэкспрессе нашел. Ссылку оставлю в описании. Может кому пригодится. Есть у меня вот такой удобнейший самодельный рейсмус. Нужен он для разметки, например, листового материала или для разметки доски вдоль. Его фишка в том, что им можно брать размеры до миллиметра. Но это не всегда нужно. И так как размечать им очень удобно, а тема у нас сегодня про угольники, то попробуем прокачать наш дешевый угольник. Для этого каждый сантиметр делаем маленькие отверстия. Теперь можно пользоваться угольником как рейсмусом. Просто ставим в отверстие карандаш или фалломастер и ведем линию. Кстати, в угольнике с Алиэкспрессу, ссылку на который я давал выше, такие отверстия уже есть. А вы знали, что с помощью угольника можно начертить ровный круг? Для этого закручиваем саморезы на расстоянии друг от друга, это будет диаметр, и делаем некоторые манипуляции. Получится ровный круг. Еще один способ прокачать угольник. Для этого нам понадобится линейку, которую мы прилепляем к угольнику, вот таким образом. Теперь мы получаем инструмент, с помощью которого можно делать две вещи. Размечать центр круглых заготовок и размечать на материале угол 45 градусов. Если приклеим линейку под другим углом, то сможем размечать под этим углом, но центр круглого уже не возьмем. Кстати, есть заводские варианты на том же Алике, ссылка будет в описании. Друзья, вот такими лайфхаками я хотел поделиться с вами сегодня. Думаю, многие знали что-то из рассказанного, а может даже и все. А кто-то не знал и нашел для себя полезную информацию. Напишите в комментариях, что знали, а что нет. И если знаете еще какие-то лайфхаки, советы или примеры с угольниками, то поделитесь знаниями в комментариях. Кстати, а для чего используются углы в 22,5 и 31,6 градусов? Кто знает? Друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайки. А тех, кто не подписан на канал, я предлагаю обязательно это сделать. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Хорошего вам настроения, всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok